В общем, совершенно другая музыка у нас теперь будет. Это не обзор ножа Полярный 2, потому что обзор у нас есть, хотя надо бы снять, наверное, переобзор, потому что обзор конкретно на нож Полярный 2 это один из самых первых моих роликов на канале, и, наверное, было бы здорово как-то исправить какие-то, может быть, ошибки, да и вообще, я так первые свои ролики с улыбкой смотрю теперь. Но приятная новость заключается в том, что Анатолий, который у нас участвовал в съемках видео «Нож против пистолета», своими чудесными руками заточил этот нож, то есть нож теперь у нас острый, как это и должно быть, а не так, как было из коробки. И, как вы знаете, ну вот честно, мне очень нравится продукция компании «Златоуст Аир». Действительно, они делают ножи с душой, они делают замечательные действительно ножи, но их заточка – это всегда лотерея. Причем лотерея – это не по моделям, а конкретно в рамках одной модели по ножам. То есть мы берем какой-то модель, какой-то нож, один нож режет просто бритвенно, он действительно заточен идеально, потом ребята пишут, или я сам вот сталкивался лично, второй нож берешь и просто он тупой, как полено, то есть совершенно-совершенно невозможно работать. Поэтому, когда у нас дойдут руки, когда у меня дойдут руки, я думаю, что мы сделаем, может быть, даже повторные тесты с этим ножом, чтобы действительно посмотреть, на что он способен, когда он заточен нормально, поработаем им. И, возможно, даже если у вас будет интерес, а у меня будет время, мы сделаем какой-то действительно повторный дообзор, что ли, или просто другой какой-то обзор, какие-то мысли я выскажу по этому ножу. Он просто замечательный, у него шикарная рукоять. Мне в этом ноже, помимо его красоты, а он действительно дивно красив, мне очень нравится то, что у него спинка рукояти вынесена по отношению к обуху на несколько миллиметров выше. Это очень здорово, очень удобно. Но, на самом деле, я просто вот так похвастался, что наконец-то у меня руки все равно не дошли заточить его. Но нож острый и будет у нас работать. А сегодняшний наш предмет разговора – это нож Bamsen компании «Норвежская бруслета». И, скажем так, в моем понимании, это, конечно, когда я говорю «Норвежский нож», я подразумеваю немножко другие ножи. Когда я говорю «Норвежский нож», я подразумеваю в первую очередь продукцию компании «Хелли», но и у бруслета есть замечательные модели, которые больше подпадают под понятие «Норвежский нож». То есть это «Бальдер», это «Харлингс», я не помню, какое-то там продолжение, что-то было типа «Харлингс Карвид» или как-то так. Сам по себе одноименный нож бруслета «Книвин», он тоже более такой, скажем, норвежский. Здесь присутствуют, конечно, все необходимые, скажем, черты, которые, ну, вы сами видите, на что этот нож похож, правильно? Это вот что-то оттуда, из НР, правильно? Правильно. То есть мне лично этот нож больше напоминает какого-то финского типа нож, но неважно. В общем, компания норвежская, компания очень заслуженная. Действуют они на рынке, на ножевом, аж с 1896 года. То есть получается, что они, ну, не так давно, скажем, отпраздновали свой 100-летний юбилей, больше 100 лет на рынке. Когда я был на «Экстенде» на выставке «Ива», то большинство ножей было именно вот такого типа. То есть бруслеты, все-таки, они специализируются больше вот по таким ножам. По ножам типа «НР», скажем так. Назовем это так. 227 миллиметров общая длина ножа, 125 миллиметров длина клинка, толщина по обуху 3 миллиметра, здесь больше, здесь где-то 3,3. Вес 180 грамм. Сталь используется здесь «Сэндвик» 12С27, твердость заявленная, 57-58 единиц по шкале «Роквелла». И у нас сложно сочиненная рукоять, алюминий плюс то, что они называют «Карельской березой». То есть я сразу скажу, что это, конечно, или заблуждение, или компания бруслета вводит своих, скажем, покупателей в заблуждение. Потому что вот это «Керлиберч», вот это «Карельская береза». Вот это «Карельская береза». Вот конкретно, вот разница. Вот это «Карелка», действительно. «Карельская береза» отличается от всех остальных видов, скажем так, древесины тем, что вот именно этими своими мраморными прожилками. И чем выше качество березы, тем больше вот этих вот перламутровых мраморных прожилок. К слову сказать, также вот «Кавказский орех», именно когда берут корневище, то там, да, там тоже очень красивые такие переливы, переходы. Здесь просто деревяшка, которую назвали «Керлиберч». Это не есть так. Ну, неважно. В любом случае ножик красивый, он действительно такой нарядный и замечательный. Что у нас дальше? Ну, понятно, «Клиппойнт», «Сканди спуски» и перейдем, пожалуй, к ножнам. Сразу отмечу, отверстие для слива здесь не для красоты, оно есть. Ножны. Мне кажется, что всё-таки это не натуральная кожа, а кожзаменитель. Или это натуральная кожа, но с таким количеством каких-то дубильных веществ, потому что от них идёт явно такой вот запах. Нет, всё-таки это кожа. Но, походу, они её так засинтетизировали какими-то дубильными веществами, потому что она действительно вот такой вот запах неоднородный. Несколько запахов сразу присутствуют. Ну, начну, конечно, с того, что мне нравится. Это на заклёпочке у нас талисман, не побоюсь этого слова, красивый такой Олешек, талисман компании «Бруслета». Он же здесь вытеснен на коже. Кожа невероятно гладкая, очень приятная на ощупь. Ровная строчка, красивый ровный обрез. Красиво сделана, оформлена петля фиксированного вертикального подвеса. Сейчас я сверю линейку. Ну вот, плюс-минус. Вот так вот это выглядит. Вот так вот это выглядит. То есть даже здесь ещё есть где-то сантиметр. Несмотря на то, что она с виду такая не очень большая, она плотно встанет на средней ширины или даже, может быть, широкий ремень. Очень удобно открываются ножны. На самом деле, вот есть чему поучиться российским производителям с точки зрения именно классического какого-то лесного рабочего ножа, с точки зрения именно ножа какого-то вот скандинавского типа. Почему? Потому что доставать нож одно удовольствие. У вас чётко зафиксировано сидит на ремне вот эта петля ножны более-менее плотно. И вот вы большим пальцем открываете и достаёте нож. Плюс этот вот большой клапан, он защищает часть рукояти. Совершенно не даёт вывалиться ножу из ножен. И нож совершенно спокойно при раскрытом клапане у вас упадёт и утонет или потеряется. Так как нет у нас отверстия для темлика, то функция утонет или потеряется в этом ноже ещё более сильно выражена. Поэтому в этом плане, конечно, нужно вот эти красивые нарядные ножны постоянно застёгивать и следить за состоянием клапана. Клапан, закрыт он или открыт. Ну, поехали дальше по самому ножу. Очень понравилось, как он отработал по продуктам. Ещё не работал я им по древесине, потому что тут какие-то другие дела навалились. Но в любом случае мы с ним в лес, конечно же, выйдем. Рукоять, скажем, она вот под мою большую ладонь, я бы назвал её ловкой, но я бы не назвал её сильно вместительной. Хотя молоточным хватом совершенно чётко фиксируется, видите, полностью хватает мне длины рукояти. Но вот если конкретно вот под мою руку чуть-чуть добавить толщины, пухлости, ширины, то, может быть, был бы я больше влюблён в этот нож. А так я просто влюблён. Именно этим, именно этим отличаются вот такие вот подобные, норвегоподобные рукояти. Когда у настоящего норвежца берёшь нож в руку, настоящий норвежский нож, то там огромная, здоровенная, полностью заполняющая ладонь рукоять и ловкий небольшой клинышек, который очень-очень удобно в любых операциях работает. Здесь молоточный хват, скажем, он имеет место быть, очень удобный диагональный хват. И это, опять же, показывает нам на какие-то, ну, в моём понимании, финские корни этого ножа. То есть здесь рукоять немножко такая, вот грибочек идёт лапеобразный, чётко упирается в основание ладони и погнали наших городских. Очень удобный, косой, финский, диагональный, как угодно назовите, хват. И обратный хват просто приходи к ума любоваться. Просто обалденный, очень удобно, очень всё ухватисто. На кухне работать этим ножом было одно удовольствие. Как угодно, каким образом вы берёте, очень ловкий и поворотливый. По поводу рукояти скажу то, что, ну, помимо того, что она нарядно выглядит, конечно, дерево можно было бы поставить и позатейливее. Вот здесь вот у нас, там где резинка, вот эта вот проставочка резиновая, она немножко так чувствуется и, как вы видите, чуть-чуть такая слегка махристая. На самом деле это всё сотрётся буквально за месяц работы ножом. То есть она шлифанётся вашими ладонями и совершенно не будет выступать. Ну, клин — это вообще отдельная песня. Клинок этого ножа, они, конечно, конкретно вот на этом ноже, не на модели, а вот на этом ноже, перекачали. Вот 3 мм — самое то было бы. Здесь всё-таки 3,3 точно есть. То есть он такой чуть-чуть перекачанный. Может быть даже вот 2,9, 2,8 было бы просто идеально. Ну, окей, пускай будет. Чётко выраженная щучка. В сканде спуски аккуратный сатин. И надпись бруслета на клинке. Нож у меня, извиняюсь, заляпанный, захватанный. Но вот так вот всё выглядит. Действительно замечательный нож. Несмотря на свою, скажем, бюджетную такую бумажную упаковку, раскрывал я этот нож на каком-то из... По-моему, как раз-таки на кухонном монологе. Но... Вот... Дарить бруслетовские ножи — одно удовольствие. Потому что, ребят, вот согласитесь со мной, я не могу себе представить человека, даже вот придиру, даже человека, который там с какими-то своими заскоками, с какими-то своими тараканами в голове, то есть ему подавай вот то или сё, или пятое-десятое, я не могу себе представить мужчину, который не порадовался бы такому подарку. Вот я, например, сам себе подарил и рад по уши. Очень-очень замечательный нож. И красивый, и ловкий, и удобный. И прям вот такой действительно житель лесов. С таким ножом сходить куда-нибудь, вот просто вот... Да куда угодно, там, по грибам, извиняюсь, просто побродить по лесу куда-то вот... Как угодно. Всё, что вот с природой связано, с приготовлением пищи на природе, с какими-то дачными, пикниковыми моментами. Он по-любому будет вас радовать своей работой. В этом нет никаких сомнений. Опять же, вот с точки зрения рабочести рукояти, вот этот вот бочонок, он всё равно даёт, даже при крупной ладони он вам даст дополнительный, нормальный запас функционала, функциональности рукояти. И, ну, душа радуется. Реально. Вот на кухне я поработал, мне очень понравилось. Я уверен, что в лесу такие вот ножи обычно таскают, и таскают, и таскают, и живут они годами, и передаются по наследству и детям, и внукам. В общем, одно заглядение, одно удовольствие. Наверное, пожалуй, всё. Всё остальное это будет уже лирика. Конечно, надо было, даже не можно было, надо было напилить здесь отверстие для темляка. Потому что, опять же, если говорить о том, что это норвежская компания, норвеги постоянно работают своими ножами у воды, в воде. Я в прошлом году утопил нож на рыбалке в Норвегии, и мне пришлось сразу же покупать владельцу новый, хотя он очень сильно протестовал, не хотел этого. Но я считаю, что так было правильнее. То есть я просто, когда мы приплыли домой, я зашёл, я сразу первым делом заказал ему новый нож. Взамен утопленного. То есть здесь, конечно, темлячок. Именно с точки зрения, вот, не покрасоваться, а с точки зрения поработать, он был бы, наверное, не лишним. Всё. Замечательный нож. Искренне рекомендую. Я вообще искренне рекомендую каждому, вот, чтобы понять мои восторги, опять же, это именно вот для того, чтобы вы поняли, почему я так восхищаюсь норвежскими ножами, а я ими действительно восхищаюсь, это от всей души советую и от всей души желаю иметь возможность прикупить себе хотя бы один, а лучше два-три норвежских ножа. Именно норвежского производства. То же самое с финскими ножами, потому что только поработав этими ножами, понимаешь, вот, какой он должен быть, скандинавский нож. Не тот, каким его делают и каким его рисуют, а какой он по-настоящему должен быть. Ну, опять же, эту тему мы уже обсуждали, и меня довольно бодро забросали за мое вот это вот мнение тапками. Ну, я и не против. Спасибо за просмотр. Я уверен, что мы с ним еще наверняка увидимся в будущем. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok